Привет, с вами Сойер и сегодня интересная тема. Я расскажу о том, как сделать свою собственную систему приема донатов во время стримов. Традиционно они работают так. Пользователь вводит комментарий, указывает размер доната, переходит на форму платежной системы, где подтверждает свой платеж и возвращается на сайт, где его благодарят за его донат. Но в это время комментарий, который он ввел, отображается на экране стримера. И именно такую систему мы и сделаем. Я покажу архитектурную часть, что делают крайне редко в подобных видео, а также покажу реализацию. Ну, причем реализацию я покажу все исходники на экране и поясню, что они там делают. Конечно, этого будет недостаточно, чтобы досконально во всем разобраться, но тем не менее, это будет хорошая отправная точка для создания подобной системы. Ну, а если вам нужны исходники, вам придется стать патроном и скачать их с патреона. Ну что, поехали! Давайте рассмотрим сначала архитектуру нашей системы. Сразу скажу, что я буду рассматривать облегченный вариант. Вообще, я рекомендую использовать для проектирования модель C4. Я о ней рассказывал на архитектурном стриме. Можете зайти на патрон там посмотреть. А сегодня я поговорю только о уровне системы и уровне кода. И это будет облегченное проектирование в объеме, необходимом для реализации системы. И вообще, я рекомендую не стараться делать прям какое-то подробное проектирование там, где нет острой необходимости. Начнем с уровня системы. Что наша система будет представлять здесь? Здесь мы рассмотрим основные инфраструктурные взаимодействия, чтобы понимать, кто с чем и как взаимодействует. Ну и небольшую стереотипизацию проведем. Значит, у нас есть наша система, которую мы назовем Donate. По сути, это просто монолит трехслойный, у которого есть подсистема представлений с статическим HTML, бизнес-логика, представленная Express.js. То есть мы будем не с нуля все реализовать, а возьмем готовый framework. И база данных. База данных, которая будет просто SQLite. То есть никакую тяжелую базу данных мы сюда тянуть не будем. Дальше у нас будет взаимосвязь с платежной системой, которая будет у нас в Яндекс.Деньгами представлена. И, собственно, на платежную систему будет переправляться клиент по HTTPS. Ну и будет возвращаться назад по HTTPS. И будет еще дополнительное подтверждение со стороны платежной системы о получении денег. Вот это вещь, которая будет секретной и пользователь о ней знать не будет. Дальше у нас будет OBS, который будет запрашивать данные по HTTPS для отображения сообщений. Ну и сам клиент, который будет, по сути, браузером, тонким клиентом. И он тоже будет работать по HTTPS. Все. То есть вот упрощенно наша система будет выглядеть так. И здесь нет никаких подводных камней, сложных частей. Теперь давайте посмотрим на уровень кода. И сначала спроектируем ядро нашей системы, которое будет достаточно простым. Значит, начнем с того, что основой нашей системы является донат, потому что система донатов. И именно получение донатов является основной задачей. Вся остальная функциональность является дополнительной. Поэтому ядром является, собственно, реализация системы получения донатов. У нас будет MVC-шная архитектура, поэтому у нас будет контроллер, который мы назовем Donate. Значит, мы его пометим буковкой C и буковкой V. Это значит, что у нас здесь подразумевается, что у каждого контроллера будет представление, которое на схеме не имеет смысла отображать отдельно, просто потому что мы здесь дизайном не занимаемся. То есть это будет контроллер, у которого будут какие-то представления. Дальше у нас будет еще один контроллер. Это контроллер платежной системы, у которого тоже будет и представление, и он будет являться контроллером. И это будет одна часть системы, которая будет развиваться и жить самостоятельно. Вторая часть системы – это данные. То есть первое, что у нас будет, это модель донатов. То есть это будет Donate, назовем его, и это будет моделью. Причем модель будет близкая к DTO-шке. Почему это так, я поясню позже. Значит, модель будет работать с ОРМ-кой. Какую-то готовую ОРМ-ку возьмем, пока не будем определять, какую. Ну и та уже будет работать с базой данных напрямую. Соответственно, вот так будет это взаимодействие. Значит, при попадании клиента на наш сайт, он будет попадать на форму доната, писать комментарии, нажимать кнопку «Донат», переходить на форму с донатами. Соответственно, в базовой функциональности у нас и донат, и платежная система работают с моделью донатов. И вот это, по сути, наше ядро. И это ядро мы должны расширять. Значит, задача, которая у нас еще есть, это отображать в OBS сообщение. Мы могли бы сделать вот этот контроллер донатов толстым и туда добавлять методы, но мы не будем этого делать. А сделаем отдельный контроллер «DonateMessage». Почему он должен быть отдельным? Это тоже контроллер и вьюшки. Да просто потому, что у нас вот здесь в донате будет имя, имейл, комментарий и там количество, ну в смысле размер платежа. И это просто будет информация о донате. А вот здесь у нас уже будут формироваться сообщения. Они могут оформляться по-разному. Они могут иметь разные шаблоны. То есть у нас может быть сообщение, там, пользователь с именем таким-то оставил такой-то комментарий. И это уже будет отдельное сообщение. И поэтому нам нужно его выделить в отдельную сущность, у которой тоже будет отдельная модель «DonateMessage». И вот здесь возникает вопрос. У нас формирование вот этого сообщения должно произойти в тот момент, когда платежная система подтвердит. То есть это наш контроллер внутри, а есть еще внешняя платежная система. Мы сначала отправляем туда для проведения платежа, потом оттуда пользователь возвращается на страницу благодарности и с нее приходит еще подтверждение. Так вот, вот для этого подтверждения нам нужно реализовать действие. То есть у нас, по сути, в момент, когда мы оставили донат, еще не должно сформироваться сообщение. У нас оно должно сформироваться вот в этот момент. И это, по сути, отложенное действие в тот момент, когда мы получаем подтверждение. Поэтому у нас вот здесь должно быть еще сущность, которую мы назовем «Action». И вот как раз в момент, когда пришло подтверждение платежа, у нас срабатывает вот это действие. И уже оно берет из доната информацию и формирует DonateMessage, в котором уже работает вот эта форма, с которой уже работает ОБС. То есть вот так. Так, еще раз. Пользователь попадает на страницу донатов, оставляет донат, переходит на платежную систему, выполняет платеж. Платежная система возвращает его на страницу благодарности, подтверждает нашей системе получение платежа. Наша система, здесь вот PayService, делает acknowledge платежа и запускает действие. Действие, которое, соответственно, берет информацию о донате. К нему, у него есть комментарий внутри. Этот комментарий берется за основу, перекладывается в DonateMessage, оформляется как нужно. Если нужно, по шаблону как-то оформляется. Туда добавляется, например, информация о размере платежа, имени пользователя, если надо, и так далее. И далее это сообщение уже попадает в ОБС. Значит, здесь в данной системе есть несколько векторов развития. Первый вектор развития – это дополнение контроллеров, ну, например, топ-донатеров, когда мы можем на основе данных в таблице донатов сформировать еще одну информацию о топ-донатерах. Это первый вектор развития, то есть аналитическая часть нашей системы. Второй вектор развития – это добавление экшенов. То есть вот здесь уже мы можем делать экшены, потому что наша система в такой архитектуре будет линейно зависеть от объема функциональности. То есть если мы захотим отправлять не донат, а, например, голос в каком-то голосовании, мы добавляем сюда еще один контроллер голосований, у которого будет свой экшен, своя модель, и наша система, соответственно, запускает экшен в зависимости от того, кем она сформирована. То есть у нас, по сути, здесь появляется возможность наращивать экшены и, соответственно, выполнять разные последующие действия при подтверждении платежа. То есть вот это отложенное действие, экшен, оно может быть разным, и мы можем его наращивать. И это может быть, как я уже сказал, голосование, это может быть сбор на какую-то цель и так далее. Кстати, вот здесь еще один из вариантов развития – это виджет, там, сбор денег на конкретную цель, она тоже на основе доната формируется. То есть с одной стороны у нас на основе данных мы можем формировать аналитическую часть, на основе экшенов мы можем добавлять новые задачи, которые мы можем решать за донат. И еще важный момент. Почему я сказал, что вот эти модели должны быть близкими к DTO-шками? Если мы вот проведем еще одну границу и разделим, да, либо это будет модульный монолит, разделим вот эти две части вот здесь, либо это может быть сервисная или микросервисная архитектура, для взаимодействия между частями системы нужно будет использовать какой-то простой формат, например, JSON. И тогда, если у нас здесь будет развесистая бизнес-логика, нам будет достаточно сложно переводить, нужно будет разбивать эти модели и так далее. Поэтому вся бизнес-логика, она выносится в экшен. Когда мы, в случае, если нам нужно будет масштабировать нагрузку, разделять эти компоненты, когда мы проведем эту границу, здесь связь перестанет быть прямой, она станет здесь через какую-то шину обмена сообщениями идти, но при этом у нас логика останется прежней. Как раз за счет того, что вот здесь мы оставляем простые DTO-шки. То есть в системах, где идет разделение и внедряется модульная архитектура, обмен между частями системами должен быть на основе формализованных и достаточно простых форматах обмена данными реализованных. Обычно это текстовые форматы, которые сервизуют какие-то данные из модельки. Вот. Поэтому здесь бизнес-логика выносится в экшены, и это позволяет нам в будущем разделить и провести границу. Это важно. Таким образом, мы накидали систему, которая, во-первых, может масштабироваться по количеству фич, и это будет линейное масштабирование. Во-вторых, она может по нагрузке масштабироваться за счет разделения и вынесения частей системы на разные вычислительные ресурсы. И она может масштабироваться по количеству платежных систем за счет вот этого вынесения. Ну и, соответственно, ядро системы составляет донат, а вся остальная функциональность ее наращивания является линейным и легко масштабируемым. И вот в таком варианте система гораздо лучше, чем если бы мы сразу начали делать вот здесь вот так называемый FET, в толстый контроллер, куда занесли бы и функционал, связанный с публикацией сообщений, и сюда бы мы добавили еще флаги, там, публиковать их, эти сообщения в OBS или нет, это было бы такое раздутое ядро, которое бы сложно было потом разбивать на части. И вот поэтому как раз важный этап проектирования. Мы здесь уже видим, что у нас есть векторы развития, мы видим, как мы можем развивать нашу систему, что она готова к внедрению новых фич и к изменению функциональности. И это важный этап проектирования. Теперь же мы просто реализуем то, что задумали. То есть у нас будет Express.js, мы выберем какую-то ORM, создадим модели, создадим экшены и контроллеры. И по сути, ну это займет не так много времени. Давайте приступим к программированию. Первым делом необходимо создать проект. Для этого используем генератор Express. Укажем при процессор HTML pack и создадим проект. После этого сделаем инсталляцию всех MPM пакетов. Добавим новые пакеты, которые нам потребуются. Затем выполним инициализацию ORM. Заполним конфигурационный файл. Создадим модели в соответствии с тем, что вы видите на экране. Далее запустим миграцию базы данных. И после этого можно проинициализировать гид, создав предварительно гид ignore, чтобы не тянуть в репозитории ненужные файлы. Ну а после этого можно приступать к созданию исходного кода. Вот так выглядит проект после генерации. Здесь есть директории, которые созданы экспрессом, а есть те, которые созданы ORM. Я говорю про config, migrations, models и cedars. Немножко все реорганизуем. В принципе проект и сейчас уже можно запустить. Он будет работать в некотором дефолтном состоянии, но нас интересует конечный результат, поэтому промежуточных проверок делать не будем. Переносим CRC, создаем директорию CRC, переносим туда вьюшки, роуты, которые у нас являются одновременно и контроллерами. И создаем actions. Вот в такой структуре будем работать. Далее я создал шаблоны основных страниц. Они используют при процессе HTML паг и стили к ним. Давайте обзорно покажу, что у меня получилось. В первую очередь я создал layout main, который содержит шапку страницы и ее основную разбивку. Далее я создал страницы подтверждения платежа. Страницу, которая выводит на экран все сообщения, которые у нас есть в очереди. Страница с ошибкой создана генератором экспресс. Далее green screen. Это для того, чтобы отправлять страницу с сообщением в OBS, чтобы можно было через хромакей убрать зеленый фон и оставить только сообщение. Индексная страница. Это основная страница. Сюда я добавил форму доната. Далее страница с благодарностью. Сюда попадает пользователь, когда выполнит платеж в платежной системе. И, собственно, форма, которая необходима для отправки на Яндекс.Деньги. Здесь указывается основная информация по кошельку и размер платежа. Далее. Стили я сделал очень простые. И да, я не профессиональный верстальщик, поэтому у меня получилось немножко ужасно. И, например, профессионалы не используют импотент от слова совсем. Я это знаю, но, тем не менее, я накидал эти стили только для того, чтобы страницы не выглядели совсем уж ужасно. Их не так много. Я сделал страницы достаточно простые, через флекс верстку. Для формы сделал отдельное стилевое оформление, для того, чтобы разделить основные страницы и формы. Также я сделал небольшое лого на фоне, чтобы, опять же, страница выглядела симпатичнее. Пока ничего сложного здесь нет. Далее я определил все, что касается действий. Ну, в первую очередь, это, конечно, интерфейс. Здесь я создал виртуальный метод, который должен быть переопределен в потомках. Если это не происходит, выбрасывается исключение, которое я определил здесь же. Конечно, по-хорошему его нужно вынести в отдельный файл. Кроме этого, определил 4 константы, которые отвечают за состояние выполнения действия. Ну, в первую очередь, действие не требуется. И три флага для ситуации, когда действие требуется, действие выполняется и действие закончено. Это нужно для того, чтобы не запускать в параллели несколько одинаковых действий и для того, чтобы отслеживать состояние доната. То есть донат должен быть не только проведен, но и после него должно быть выполнено отложенное действие. Далее я создал конкретное действие для ситуации, когда у нас пришел донат, и мы хотим добавить сообщение в очередь сообщений. Здесь, по сути, просто записывается комментарий из доната в таблицу Donat.seg. По сути, вот это основное действие, единственное действие, которое пока есть в системе. Далее я создаю контроллеры, которые одновременно выполняют функции маршрутизаторов. Index.js это, по сути, служебный файл, который связывает корень сайта и шаблон Index. Ничего другого здесь не выполняется. Собственно, поэтому я в архитектуре его и не показывал. Далее контроллер донатов. Он выполняет две функции. Либо добавляет новый донат, либо выводит список существующих. Это зависит от HTTP метода, которым сделан запрос. Get или Post. Также я хотел обратить внимание на синхронную природу JavaScript. И здесь, по сути, везде используются промисы. И чтобы не использовать такие развесистые конструкции, я использую ключевые слова Async и Wait, которые в JavaScript по сути являются синтаксическим сахаром, позволяющим скрыть вот этот ужасный синтекс промисов. Если вы их еще не используете и программируете на JavaScript, обратите на них внимание. Далее, хочу обратить внимание, что я использую пока только одно поле модели. Это комментарий. И другие поля не использую, кроме двух служебных. Done и ActionState. В будущем я, конечно, расширю. И буду использовать все поля. Значит, Done означает то, что донат создан, но еще не переведены деньги. Поэтому его значение равно значению False. Конечно, здесь должна быть константа, но в будущем я это поправлю, пока так как есть, так и есть. Ну и, конечно, после того, как донат получен, мы указываем, что нужно выполнить единственное действие, которое у нас пока предусмотрено, это публикацию сообщения на стриме. Ну и далее делается переход на форму с указанием размера платежа, на контроллер платежной системы. Контроллер платежной системы, он не очень большой, в нем три метода. Первый из них отвечает за благодарственную страницу. Ну и здесь, конечно, везде используется айдишник доната для того, чтобы связать все воедино. Самый главный метод, это метод, который сейчас скрыт за ключевым словом секрет, но в будущем это, конечно же, в боевой системе должно быть заменено на какую-то мешанину букв и цифр, которая будет достаточно уникальным и которую будет трудно угадать, потому что это секретный URL, куда платежная система сообщает информацию о проведенном платеже и по сути говорит о том, что платеж прошел. Если кто-то отправит сюда сообщение за платежную систему, ну, соответственно, он тоже будет считать, система наша будет считать, что платеж проведен. Дальше. Мы находим донат, и здесь нужно обратить внимание, что параметром, где сохраняется айдишник доната, является метка. То есть, когда мы отправляем посетителя в платежную систему, в лейбл мы добавляем айдишник доната. Дальше. Если донат найден, мы говорим о том, что он, соответственно, выполнен, да, то есть платеж проведен. Ну и дальше, соответственно, мы переводим action state в состояние perform action. Это, кстати, не очень безопасная конструкция, ее надо будет менять, но пока я не буду на этом заострять внимание. Ну, дальше сохраняем состояние доната, и если action state равен perform action, мы делаем публикацию сообщения. Опять же, вот эту часть в будущем нужно будет развивать, потому что сейчас у нас только одно действие, и поэтому мы его используем напрямую. В будущем это будет, конечно, какой-то шаблон проектирования, но опять же, это вопрос в будущих версиях. Дальше мы запускаем действие, сохраняем статус дан, и, собственно, все. Вот после этого мы выводим сообщение confirm, которое подтверждает, что все действия выполнены, но на самом деле платежному сервису это уже не важно. Он прислал данные, остальное его не волнует. Реальные пользователи здесь ничего не видят, и это сделано больше пока для отладочных целей. Ну и последний путь – это форма Яндекс.Денег, где вы указываете еще на нашем сайте объем платежа, объем доната, который хотите сделать, и потом переходите на платежную систему. Ну и последний контроллер, который есть, это контроллер сообщений. Он пока что отображает только последнее сообщение, которое добавлено. Его, естественно, нужно дорабатывать, чтобы он удалял, либо помечал как показанными те сообщения, которые уже показаны. Иначе наша OBS будет показывать только последнее сообщение. Опять же, в отладочных целях нас это вполне пока устраивает, поэтому оставляем так, как есть. Ну и также предусмотрен метод для вывода всех сообщений, которые у нас есть в очереди, сообщений для стрима. Когда я буду рассказывать о переводе системы в боевой режим, о его публикации, конечно, эти вещи будут доработаны. Но пока для первоначальной версии, для проверки работоспособности такого поведения вполне достаточно. Ну и на этом наши контроллеры заканчиваются. Идем дальше. На этом рассмотрение системы мы заканчиваем. Остался только один файл app.js. Он сгенерирован в большей части автоматически, но мы добавили сюда информацию о наших маршрутах-контроллерах. Инициализация ORM добавила свою часть для загрузки моделей. Далее мы изменили дефолтное размещение вьюшек. Ну и, собственно, здесь же необходимо связать наши маршрутизаторы-контроллеры с конкретными путями в Урле. И все остальное остается по умолчанию, так как было сгенерировано экспрессом. Теперь мы можем запустить приложение и посмотреть, что оно работает. Здесь ORM попыталась создать таблицы, если они не созданы. Отобразила информацию, что подключение к базе данных выполнено. Ну и теперь система ожидает запросов от пользователей и других инфраструктурных систем. На этом все. Я хочу напомнить, что в ближайшее воскресенье будет стрим по архитектуре, связанный с монолитными архитектурами. Также исходные коды данного проекта можно скачать на Патреоне, но доступны они только патронам на любой подписке. Ну и плюс ко всему хочется отметить, что эта система является наброском, то есть черновиком, который нельзя рассматривать как полноценную боевую систему. В частности, здесь не рассмотрены вопросы деплоя этой системы на боевые сервера и также не рассмотрены вопросы безопасности, которые тоже требуют проработки для того, чтобы система считалась законченной. Тем не менее, эта система работоспособна. Ее можно воспроизвести по той информации, которая есть в видео, и она будет работать и выполнять свои функции. На этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.